Шалом, шалом! И это наша рубрика «Мудрая сторона. Каждый день» с Леви Харпатиным. Исправление Эйсава. Яков представил Эйсаву всю свою семью, а позже поцеловал брата. Эйсав растронулся подарками, дарами и теплым приемом Якова и начал ему кланяться. И кланялся он Якову семь раз, пока не дошел до него и не смог его обнять. Яков ни в коем случае не отрицал, а наоборот, при каждой возможности подтверждал, что Эйсав в некоторых случаях гораздо лучше его. Основной задачей Якова было срочно заняться исправлением своего старшего брата Эйсава. Несмотря на то, что Эйсав абсолютно этого не хотел и не подтверждал, Яков не бросал. Яков верил в это и занимался этим 24 на 7. Это была его основной цель в какой-то момент, даже мечтой. На его примере мы должны понимать, что если мы действуем по законам Всевышнего и не нарушаем его заповеди, это благое дело. И если мы хотим что-то исправить и тратим на это свою энергию, свои жизненные ресурсы, то это в любом случае нам вернется. Вы у меня спросите, а что же вернулось Якову? А я вам отвечу. У него был очень, очень большой духовный рост. Благодарю за прослушивание. Браха ва цлаха. Всем хорошей недели. Продолжение следует... Продолжение следует...